Доброе утро всем, кто присоединился к нам в эти минуты. Давайте узнаем, какая погода нас ожидает сегодня. Доброе утро. Доброе утро. Книги, по словам автора, были долгожданные. По какой причине Исасу Юнович писал роман «Саманту» с 2000 года и будет ли пьеса по этому роману? На эти и другие вопросы в эти минуты он ответит, мои соведущие были Джозаевой. Доброе утро всем. Доброе утро, Исасу Юнович. Безмерно рада видеть вас у нас в гостях. Исасу Юнович, поводом для нашей очередной встречи стало то, что свет увидели наконец-то долгожданные две ваши книги. Почему я говорю долгожданные? Потому что вот этот роман «Саманта», который вы сегодня принесли с собой, вы начинали писать аж в 2000-х годах. И вот завершился роман, вы книгу выпустили, а также выпустили сборник произведений на ногайском языке, «Саманта» на русском языке. И вот пандемия повлияла на то, что вот вы завершили работу? Да, я бы ее завершил, наверное. Но в данное время, как говорится, тяжелое время это. Но тяжелое время заставило меня сидеть за столом. И я его именно в те сроки. И потом как-то получилось, быстро выпустили, прочитали им, понравилось, сказали даже, захватывает сильно. Ну, дело в том, что «Доброе утро» мы начали, это символично, в общем-то, с добрыми намерениями надо всегда все делать. Книги обе вышли в Москве? Нет, одна вышла в Москве, «Саманта», а драматические произведения, это наше издательство выпустило, они выпускали к моему 70-летию. Ну, вот какие-то задержки произошли, но получилось так, что обе книги в одно время. «Саманта» – красивое название, и насколько я понимаю, вы видите из этого произведения пьесу. Видите? Получится? Нет, наверное. Скорее всего, это все же роман, он именно… Не получится в театре это ставить? Ну, там можно, там очень много сюжетов. Там в одном романе 10 сюжетов, можно сказать. И каждый кусочек можно отдельно делать пьесу. Ну, это разговор так, конечно. А так сам роман, вот эта девушка с американским именем, ну, у нас же вот сейчас как распространено, Изабеллой, Сандрой. И вот «Саманта» тоже так получилось, что родители назвали ее, она 1983 года рождения, когда приезжала «Саманта Смит», встречала Андропов. И вот отец в газетах прочитал и дал это имя. Но вы сюжет не рассказываете сейчас, потому что людям, наверное, все-таки надо будет это прочитать. Само название уже и оформление этой книги, наверное, уже говорит о том, что ее обязательно надо будет прочитать. Я, конечно, поздравляю вас с выходом этих книг в такое непростое время. И, конечно, я желаю вам творческих успехов. И спасибо, что вы нашли время и пришли к нам сегодня в гости. Спасибо, спасибо. Я тоже желаю, чтобы телезрители были внимательны к своему здоровью. Сейчас очень такое тревожное время. Берегите себя. И как раз самое время, мне думается, что читать. Вот сейчас дома можно читать. Спасибо. Спасибо нашей гостиной. Наш телевизионный эфир в 9.00 продолжат программы Ногайской редакции. А следующий выпуск «Вестей» с Аллой Динаевой смотрите в 14.30. Хорошего продолжения дня. Встретимся завтра. Все, что вас радует, обязательно будет с кредитом наличными в Минбанке. Возьмите кредит до 2 миллионов рублей по ставке 6,9% годовых. Оставьте заявку на сайте minbank.ru или приходите в офис Московский индустриальный банк. Все давно знают и выбирают сыр Ольда. Миру сыр.